Для тех задач, которые ресурсные, будем искать финансирование и при необходимости под дефи задачи привлекать областное правительство или федеральные структуры. Воспитанники пяти спортшкол и 15 секций занимаются на специально оборудованной площадке в селе Ершову почти 300 часов в неделю. К спортивному ядру требуется ремонт. Нужно восстановить покрытие, покрасить и заменить элементы спорт-инвентаря, восстановить газон на стадионе. Хорошо, вы содержание закладываете в следующий год, но только правильно посчитайте, чтобы у нас таких фотографий не было. Когда я вижу такие фотографии, я понимаю, что текущим содержанием вообще никто ни разу не занимался. Потому что когда деньги какие-то предусмотрены, там заплатки, там покрытие может быть разноцветное, потому что приходится ремонтировать, оно есть. А здесь нет ничего. Андрей Иванов поручил разобраться с покрытием в ближайшие 2-3 недели. А на следующий год заложить достаточный бюджет, чтобы поддерживать эти объекты в надлежащем состоянии. Также на совещании обсудили вопросы ЖКХ, благоустройства, капитального ремонта домов культуры в Ершовском и восстановление военных городков. И в собственности Минобороны находится земельный участок, передача которого в собственность округа позволит нам сделать надлежащий вид привести дорожную сеть внутриквартальную, построить детско-спортивные площадки, там есть свободная территория. Среди тем для обсуждения проблемы транспортной доступности, незаконные свалки мусора, строительство и ремонт уличного освещения и дорог. Что касается голосования, то у нас еще ряд важных опросов сейчас проходят на портале Добродел. В частности, жители выбирают автодороги для будущего ремонта, то, что мы включим уже в ремонт следующего года. Обратил внимание присутствующий глава и на возможность жителей принять участие в опросе по оценке качества работы, обновленного военкоматом. Он будет проходить в онлайн-формате до 12 сентября.